У дяди Гермина стелью застанчивалась, вдруг раздался двойностей в ареста. «Быстрее, вставайте! Слышите, стреляй! Война!» Тогда Фред подскочил. Он сразу полностью пришел сюда. Война. Просто так, среди ночи. Он услышался, как я побежал по лестнице и стал громко разговаривать с людьми на улице. Фред была очень возбуждена и неубедительна. Войну никто из них еще не пережил. Фред уже слышал о них страшные истории, особенно в последнее время. Люди говорили что-то, что немцы сделали в Польше. Позор. Они сюда ворвались просто так, без предупреждения. Неужели они теперь так же поступят из Голландии? Гитлер был плохим человеком. Это проигнал уже давно. Когда у них бывали гости, то об этом часто шла речь. Мама не любила, когда рассуждали о полиции. Но все равно разговоры всегда проводились к этому. Так, в Германии происходили такие страшные вещи. Страной руководили национал-социалисты и делали это грубо. Это нагоняло страх на многих Голландцев. Но были и такие, которые считали, что в Голландии должно быть такое правительство. Главной такой партией была национал-социалистическая партия с руководителем мистерства. В Германии они видели для себя большой применей, отдела обороны. НСП состоял из воинственно настроенных парень, которые любили маршировать по улице в своей черной форме и бесчинствовать. Их враждебность в первую очередь была направлена против евреев. На фреках, когда они стали спеть на улице, они всегда произвели ужасающие четыре. Они выглядели какими грустными в своих черных состями. Фрек уже слышал из радиоречи Гитлера, руководителя мистерского мистера Фюрера, назвал Иска. Фрек не понял его, потому что тот говорил о немецкоп, но уже по крепливому тону у человека было слышно, что у него очень мало добрых замоков. Он все время говорил о евреях. Они были для него камнем четкновения. При этом он очень громко кричал, будто бы он сходил с ума. По словам отца, так оно и было. Он называл его кукольный усть, потому что Гитлер носил очень маленькую усть. И на ловне его всегда кота лежала прядь волос. Фрек уже не раз видел его на фотографии. В газете он почти всегда был в униформе. И на левой руке носил красную повязку по свадьбикой на тело руками. А взгляд из-под ковырька военной фуражки был таким грустным и гнусным. Да, группы частенько вознивали с ним. Но все равно он вызывал страх. И теперь в этом пришлось убедить. Теперь началась война. Как бы мог, кто бы мог об этом подумать. Ведь говорили центральную страну. И это значило, что она никакой партии не поддерживает. Так, по крайней мере, говорил отец. И учитель в школе тоже самое. Кто не изравен, просто не поднимает участие. Но он слышал, как отец недавно сказал, что Гитлер не сильно считается. Доверяйте мне, да. Да, теперь это уже и проявлено. Отец мне и шли спустят. Вдруг надома так низко пролетел самолет, что Фрэк от страха выпрыгнул из кровати. «Не подходи к окну», – кричала мама. Она включила радио, комната. Сразу напомнила возбуждение. Звучал ли голос Виктора сегодня иначе, чем обычно? Так. Фрэку так показалось. Все вдруг стало казаться другим. Вот так. Во мгновение ока Фрэк перестал быть прежним. Нужно ли ему идти в школу? А отец был занят на обязательной работе и побежал на работу. Разве ему не надо идти на работу? Нам. Отец собирался на работу. По радио передавали разные полнующие сообщения. В том числе, что немецкие войска напали ночью на Голландию. Фрэк не объявлял, не объявлял, не объявил заранее. «Первые ребята», — сказала Голландия. Фрэк. 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 сказал, иди играть, у Фрэка появилось такое чувство, будто он вдруг стал относиться к взрослым. Но его это совсем не обрадовало. Все рассказывали про фильмов, немцы быстро продвигались вперед, также передавали различные слухи о десантниках и о голландских униформах, высадившихся в тыль. В десантниках были в голландских униформах, которые выходили с тыль. Полиция занималась арестом нацистов, их сажали в тюрьму, потому что они стояли на стороне. Это звучало неплохо, но Фрэк увидел, что арест печальный, покачал головой. Мы тут сами всегда немного ободряем, сказал он, но мы не равна, нам все равно придется проиграть. На свое сижину, но свою сижину мы все-таки продадем дорого, преднатившись, сказал Фрэк. И в его глазах стояли слезы, и он отчаянно выглядел на отца. Очень дорого, сказала Фрэк. 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 Ну да, это они действительно могли. Когда они ближе к вечеру вернулись домой, то были рады, что остались живых. Некоторые из них выглядели ужасно грязными, потому что они прятались в каналах и ползли по грязи, чтобы найти укрытие от пуль и осколков громад, висевших кругом. Отец рассказал, что они почти два часа пролежали под тяжелой тележкой с песком, о железе которой время от времени скрежетали пули. Нежный страх еще виднелся в глазах людей. Над их головами перескнули воздушные бои, и они издали видели, как бомбили и как бомбы падали на летнее поле. Одно было ясно, о работе пока можно было задать. Фред пошел к своему другу Сару, который жил через две улицы. И здесь небольшими кругами стояли люди и возбужденно разговаривали. События никого не оставили равнодушными. У Сали, чему не скрыт. Соседка, хорошо знавшая Фрека, сказала, что никого не ждут. Как только в сне сали узнали, что началась война, они сразу же уехали. Но да, еще рано утром у них были родственники в другом городе, и они приехали к ним. Это Фреку показалось странным. Он знал, что дяди, дети, Сали живут в другом городе. Но кто же отправляются в гости во время войны? Ну, соседка пояснила, что они хотели попытаться бежать в Англию. Отец Сали как-то сказал, что если начнется война, он не будет ожидаться прихода немцев. Он тогда попробует уехать, и уехать в ее безопасное место. Это привело Фрека к помешательству. Сали был его лучшим другом. И он, конечно, знал, что Сали евреи. Но для него это никогда не играло роли. Он не мог понять, почему немцы были к ним неравнодушны. Крикливые речи Гитлера о евреях вдруг приобрели для него значения. Значения, которые очень могло испугать его значения. Какое зло сделало сам Сали или его отец и мать, или его братья и сестры. Это были простые добрые люди. Голландии, как и он. Почему они должны так бояться, что захотели бежать? В тот же день бабушка Клон спросила ее, где Сали. Фрек принес для нее молоко в магазин. Это он делает часто. Она не была ему родной бабушкой. Но в их местности старым женщинам обычно помогали и называли бабушкой. Бабушка Клон была вдовой и с трудом ходила, поэтому он выполнял для них разные поручения. Приносил хлеб, молоко. Она знала, что Сали и он были почти неравнодушны. А сегодня, когда он пришел для своего дружка, бабушка Клон спросила его, где же Сали. Фрек рассказал ей, что произошло. Он заметил, что у него на глазах появились слезы. Вы понимаете, закончил он свой рассказ, он ведь совсем ничего не сделал. Что Гитлер от них хочет? Она посмотрела на него особо на связи. Он ненавидит евреев. Но почему же спросил Фрек в отчаянии? Я думаю, потому что он не боится. Сказала она, боится? Чего же? Фрек уже подумал, что она шутит. У нее глаза были очень сильные. Та мальчик боится, повторила. Но он сам даже этого не обидел. Она поправила подушки своим крестом. Как же так? Я думаю, что это лемцы со своими самолетами, танками, пушками. Они боятся Сали, и его родник не может быть представьте себе такой. Отец Сали не обидит даже Мух. Он скорее просто убежит, чем будет драться. Это был очень привыкливый человек, с большим запасом юмора, торговавшись на рынке фруктами. И чем он должен был сражаться? Картофиличисткой, что ли? Евреи – это народ божий. Мальчик, – сказала бабушка Клоуна. Запомни это хорошо. Поэтому Гитлер все равно потерпит поражение, даже если он во многих битвах победит. Господь Бог говорит, кто делает зло моему народу, тот касается зеницы моего ока. Фрек почувствовал себя немного не в оках. Такое чувство у него всегда появлялось, когда она говорила о Боге и Библии. И делала она это часто, будто была из другого мира. Дома не было Библии. Бабушка Клоуна это знала, потому что как-то спрашивала у него об этом. И знаете, что? Это было очень странно. Но когда она говорила о божественном, ему всегда заметилось неуверенность. Тогда он радовался, что они были одни. Будто ему нужно было стыдиться. Конечно, это было вовсе не так, но получалось помимо его боли. А с другой стороны, то, что она рассказывала его, всегда очень привлекало. Очень глупо, конечно. В общем-то, он мог бы просто сказать до свидания и вести. Так как выручение он выполнил. Но он этого так не делал. Он оставался и тогда тоже остался, когда она брала свою большую книгу со столика рядом с креслом. И читала ему некоторые отрывки. Ну и толстая же эта книга Библии. Но она всегда знала, где найти необходимое место. Будто она знала и не вовсе. Итак, первый день войны, когда мне еще интересовывали зенитная артиллерия. Она читала ему о египтянах, которые притесняли евреев. И даже хотели их истрелить. Бывая маленьких мальчиков. Она прочитала ему и о маме. Который решил убить и ограбить всех евреев. И потому придумал коварный закон. И в заключении она прочитала ему о царе Ираке. Который повелел убить всех младенцев в Еврееве. Когда услышал, что родился Иисус Христос. Видишь, сказала она. Идли не первый ему написан евреев. В последнем он, к сожалению, тоже не будет. Но все люди, которые хотели сделать зло евреев, сами погибали. Кто не наведет евреев, борется против Господа Бога. И поэтому всегда терпит поражение. Но почему они тогда это делают? Фрэк сам немного испугался своего голоса. Он задал этот вопрос прежде, чем успел подумать. «Потому что они наведят Бога», — сказала бабушка Клумб. «Я сейчас постараюсь себе это немного пояснить. Господь обещал, что пошлет спасителя для нашего искупления от власти греха дьявол. Спаситель должен был родиться на земле, в еврейской семье и клеить. Это все написано в Библии. Поэтому сатана, противник Бога, всегда и всячески стремится истребить евреев. А для этого ему нужны люди, чтобы помешать Господу Богу исполнить свои обещания. Понимаешь? Противник. Да, сейчас он немного кончен. Но что только дьявол и люди не предпринимали, чтобы воспрепятствовать тому. Наш Спаситель все равно родился. Господь Иисус Христос. Об этом мы вспоминаем, когда празднуем Рождество. Но теперь-то они могли бы оставить евреев в покое, — заявил Фрэк. Почему они продолжают их преследовать? Бабушка-клон, удивленно посмотрела. Это очень хороший вопрос, Фрэк. На него, на Библии, тоже дает ответ. Еврейский народ и в дальнейшем будет играть значительную роль в Божьем плане в мировой истории. Поэтому дьявол продолжает их ненавидеть и все предпринимает для их истребления. Многие люди дают себя использовать для его цели. Как немцы, — зло сказал Фрэк, — я надеюсь, что наши победят. Бабушка-клон слегка улыбнулась, но потом печально сказала. На это нам нельзя рассчитывать Фрэк. Наша страна очень маленькая, и наша армия — злодея противника. И так же мы не должны думать, что все немцы плохие. Тогда пусть они не идут воевать, — решил Фрэк. «Это не так просто, — сказала бабушка-клон. Но запомнил, что немцы такие же, как и голландцы, есть хорошие и плохие. Но большинство...» «Тогда, конечно, плохие, — возразил Фрэк, — потому что они во главе большинство голосов решали. — К сожалению, — вздохнула бабушка-клон. Но все равно ты должен хорошенечко запомнить, что суть в Германии. Что есть в Германии люди, которые о Гитлере даже и слышать не хотят и страдают от того, что он делает. «Ну, я пойду, — сказал Фрэк. — Если вам что-то будет нужно, то завидите. — Будь осторожен, не выходи из дома во время воздушной тревоги, — озабоченно проговорила бабушка-клон. Это он послушно обещал. У него было много пищи для размышления. Все, что эта старая женщина рассказала им о евреях, было для них у нас новым и очень непривычным. Дома об этом никогда не говорили. Когда по радио что-нибудь передавали о Библии, отец сразу же его выключал. Об этом он и слышал не хотят. У Фрэка вдруг появилась такая информация. Может, отец тоже боится, как Гитлер евреев? Ну, выдумал еще. Так нельзя. Его отец абсолютно ничего не против библии. Против мультов — да. Он еще никогда не слышал, чтобы отец говорил о добрых немцах. Но бабушка-клон права. Естественно, были и добрые немцы. Но об отце он не должен так глупо думать. Его отец и Гитлер — это совершенно разные два человека. ОКУПАЦИЯ ГЕРМАНИЯ Они играли в футбол. Германия против Голландии. Без этого сейчас не уходили. Играли прямо, через дорогу, в то время. Такое было возможно. В общем-то, конечно, это было запрещено. Но движения на той улице, где жил Крэг, почти не было. К тому же, сейчас во время войны у полиции были дела и поважнее, чем запрещать мальчишкам играть на дороге. В воротами служили камни, которые положили около тротуара. А играли они вместо теннисным мячиком. Война или нет, Фрэнку и другим ребятам в его улице нужно куда-то девать энергию. Игра была напряженной. И, к счастью, Голландия победила. Но это, увы, не соответствовало последним сообщениям. Это были только детские игры. Хотя голландские солдаты сражались в разных местах, очень ужасными. Им приходилось отступать перед гораздо лучше вооружёнными функциями, которые, кроме того, были лучше подготовлены к войне. Нанесено во рту, к северу от Амстердама. Подожгли резервуары с запасными горячими. Огромное чёрное облако понимали в том месте и по узлине столицы. Это была страшная картина. Каждый понимал, что это плохой признак. Немцы приближались. Вергоценные запасные мемцы никто не хотел оставлять. 13 мая враги прорвались в гребелинии. И голландская армия беспорядочно отступала. 14 мая бомбили Роттердам. И страшное разрушение города положило конец войны. Голландия капитулировала. Фрэк видел, как взрослые люди плачут от гнева и скорби. Некоторые ругались и проклинали мемцы. «Нас ждёт трудное время», – сказала бабушка Фрэк. «Вдруг с Али опять появится в Амстердаме. Им не посчастливилось уехать». И они вернулись домой. «Англичане придут и прогонят всех мемцев обратно. Сеймаль», – попробовал учешить своего друга Фрэк. Но Салли только посмотрел на его печальным взглядом, своих красивых тёмных глаз, которые Фрэк и никогда больше не забудет. «Германия побеждала на всех фронтах». Армии Адольфа Гитлером казались непобедимой. По радио они постоянно хвастались своими победами. Своих весёлых маршах они высмеивали врагов. Они поедут по Англии. Ещё немного, и вся Европа окажется под их башмаком. Гитлер уже говорил о тысячелетнем царстве. Неужели больше за всем нет надежды? В начале оккупации оказалось не такой уж плохой. Обычные солдаты вели себя порядочно. Многие ребята охотно выполняли для них различные поручения. Недалеко от дома Фрэка немцы потребовали отдать школу. И там теперь жила большая группа немецких солдат. А как они имели петь? Когда они маршировали по улице, то всегда запевали песню. Два голоса. Фрэку очень рады. Но ходить за покупками для немецких солдат, он представлял себе. Он представлял не себе, а другим. Как бы прилично они себя не были, эти немцы, он по внешнему виду не мог определить, кто из них хороший, а кто из них плохой. Он постоянно видел перед собой только печальное лицо своего друга Саля. Прошло не так уж много времени. И уже появились распоряжения, которые показали истинное лицо захватчиков. В первую очередь это почувствовали евреи. Очень хитро и вначале очень осторожно было проведено разделение между евреем и неевреем. В 15 лет и старше каждый получил удостоверение личности. У всех евреев они были помечены большой буквой Е. И на этом не остановились. Евреи должны были носить на своей одежде большую желтую звезду в надписях «Евреи». Даже дети, начиная уже 6 лет. За этими последовало еще больше несправедливых и злых мер. Евреям больше нельзя было появляться в общественных местах. Ни в парках, ни в кинотеатрах, ни в ресторанах. И ни в бассейне, ни в сауне. Им больше нельзя было работать на предприятиях. Которые принадлежали не евреям. Если у кого-то из самых... У них там и была фирма, то они не имели права брать на работу не евреям. Итак, продолжаем. Невские оккупанты оскорбляли и не жали. Их, по возможности, са всем вытесняли из общества. Многие евреи сели и гонялись для проживания в определенные районы города, которые назвали еврейским гетто. Действия немцев становились все ожесточенными. Нарушение прав, правед, строго наказывали. За малейшую долю могли приговорить в мир. То, что бабушка Клоп рассказывала о первой деньгой, принимала для Фрэка чем дальше, тем больше в деньг. Гитлер и еврей в этом для него и состоялось в этом. Сали забрали из школы. Фрэк долго не мог прийти в себя из-за этого. Естественно, его дружба с Салли не стала меньше. Ну, а прежность самих, с добавок, больше не могла быть у меня. Ты будешь играть в Салли, как и раньше. Фрэк еще много, что мне скажут. Сказал отец, жалко логично. Ну, это было беспомощный, корей, все гнев. Больше он ничего не мог делать, ругаться и сердиться. Но Салли родила невыразимое печало. И англичане все еще не приходили. А потом начались облавы. Евреи на улице гоняли вместе и увозили на грузовиках. На работу, говорили мне. Но когда потом начали забирать и увозить женщин и детей, каждый понял, что это совсем не на работу. На какую работу могли вывозить младенцы? Или это делалось из сочувствия, чтобы семьи оставались вместе? Этому никто уже не верил. Люди хорошо знали, что немцы совсем не собираются проявлять евреям дружелюбие. И чем дальше, тем позже. Евреев обвинялся все на месте, сказал отец. Трицы обращаются с ними очень плохо. А мы против этого, бессильны. Как посмотришь, что они делают с этим людьми. Это просто стыд и срам. И таким образом пришли однажды и забрали Салю и его семью. И тогда Фрек развлечился со своим другом надолго. Фрек пришел к бабушке-клону. Когда Фрек к своему ужасу никого не встретил в доме Саля, им овладело мучительными людьми. Неужели их забрали? Спросить об этом у кого-нибудь, либо он не решался. Занавески еще висели на окнах, и квартира выглядела живой. Но не было видно ни от души. В этот же день он встретил Са с мальчишкой из юных штурмовиков. Но тот прошел не так, а ты не знал их. Фрек тогда сделал то же самое. Так было без опыта. Никаких вопросов, Фрек, сказала бабушка-клону, когда он пришел к ней за поручение. Но он думал о Сале и вдруг заплакал. Она взяла его руку и тихо сказала, давай помолимся о них. И она стала молиться. Тогда он сразу понял, что их увезли. Продолжение следует...